Новый год уже на пороге. Холодильники наполняются вкусной едой, а почти в каждом окне сверкает яркими огоньками красивая елка. В семье Аллы Пугачевой тоже полным ходом идут приготовления к празднику. Вам интересно, как Примадонна встречает Новый год, чем угощает гостей и какие подарки Дед Мороз принесет Лизе и Гарри. Тогда наше видео точно вам понравится. Обязательно запишите себе рецепт Шарли Пупы. Это блюдо выручит вас после новогоднего застолья. Лиза и Гарри вместе с папой украсили елочку, но где в это время была сама Примадонна? Что-то случилось? Оказывается, Пугачева готовит нам настоящий сюрприз, и вы узнаете об этом первыми. Подписывайтесь на канал, и давайте вместе с вами отправимся в гости к Примадонне и ее семье. Обещаем, наше виртуальное путешествие будет очень увлекательным и подарит вам отличное настроение. Максим Галкин и Алла Пугачева делают все для того, чтобы жизнь Лизы и Гарри была по-настоящему сказочной. И в то же время они стараются показать детям, что чудеса можно создавать своими руками. Эти милые ребята начинают готовиться к наступлению Нового Года задолго до самого праздника. Наряжают елку, украшают дом, развешивают гирлянды и одевают праздничные наряды. Мне сегодня разнобешили, не ложатся рано спать. Буду ждать я бой курантов, чтобы желание загадать. Огонько в бенгарске, искры и салюты до утра. С мамой и папой веселиться буду мить я. Ура! Лиза и Гарри любят создавать подарки для родителей своими руками. Однажды Гарри вручил Максиму Галкину майских жуков, которых сам же вырезал из бумаги. Перед Новым Годом ребята обязательно пишут письмо Деду Морозу с просьбой исполнить их желание и подарить самые лучшие подарки. Гарри, что ты делаешь? Гарри. Посмотрим. Другой Дед Мороз. И конечно же, Дед Мороз и Снегурочка приходят к Лизе и Гарри, чтобы подарить им настоящую новогоднюю сказку. Надо признаться, такие гости обходятся Примадонне и Галкину совсем недешево. Визит одного только Деда Мороза стоит не менее 15 тысяч рублей. А ведь он приходит не один, а с целой свитой. Его сопровождают лучшие аниматоры страны, волшебные феи, сказочные зверушки и настоящие фокусники. В жизни детей всегда должно быть место волшебству, уверены Примадонна и Максим Галкин. А поэтому Лиза и Гарри находят под елочкой именно те подарки, которые они так просили. Для детей это самая большая радость. Несколько лет назад добрый волшебник подарил им билеты на ледовое шоу Татьяны Навки, Руслан и Людмила, стоимостью не менее 7 тысяч рублей. Мечта сбывается! Дед Мороз приносит этим ребятам все, что душа пожелает. Конструкторы, планшеты, домашних питомцев и даже роботов. Однажды Гарри получил настоящий верстак. А что, мужчина должен быть мастером на все руки, даже если он еще маленький. Многие звезды на Новый год предпочитают работать. Концерты, корпоративы, голубые огоньки – это возможность за одну ночь получить очень большие деньги. За нее с радостью хватаются Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Ирина Дубцова, Стас Пьеха и многие другие. Но только не Примадонна. Алла Борисовна напрочь отказывается работать в новогоднюю ночь, несмотря на то, что одно ее выступление стоит не менее 300 тысяч евро. Но семья для артистки важнее любых денег. Праздники она проводит только с любимым мужем и детьми. Под бой курантов Примадонна и двойняшки загадывают самые искренние и трогательные новогодние желания. Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда будет мир. В последнее время Алла Пугачева и Максим Галкин встречают Новый год в своем замке в Деревне Грязи. Они так красочно украшают дом, что он становится похож на волшебный дворец из фильма «Красавица и чудовище». Из года в год в доме Примадонны появляется пушистая елочка. Она всегда так нарядно украшена, что, понимаешь, к этому шедевру приложили руку не только Пугачева с семьей, но и лучшие декораторы города. Примадонна и Галкин проводят новогоднюю ночь в компании самых близких и родных людей. В 2019 году они пригласили в гости Кристину Арбакайте с семьей, старшего брата-юмориста Дмитрия Галкина и лучшую подругу Пугачевой Алину Редель. Для Кристины Арбакайте Новый год в компании Примадонны – это особая радость. Когда она была ребенком, часто получалось так, что именно в эту волшебную ночь Пугачева работала и девочка встречала Новый год в компании бабушки с дедушкой. Но сейчас можно наверстать упущенное и исправить ошибки молодости. Наряжаться вместе с мамой и получать комплименты от братика и сестрички. Алла Пугачева, как и ее дети, обожает красивую одежду. Однажды на новогодней вечеринке Примадонна затмила всех гостей своим золотым мини-платьем и выглядела потрясающе. Как минимум на 20 лет моложе своего паспортного возраста. Но эта женщина – королева не только на сцене, но и на собственной кухне. Она очень любит готовить и радовать гостей вкусными блюдами. Шуба, оливье, холодец, маринованная селедочка, пельмени. Наелась? Да. Молодец. Жуй дальше, смотри, как много всего. Николай Басков однажды признался, что Примадонна готовит так, что пальчики оближешь. А внук артистки Дэнни Байсаров обожает, когда бабушка запекает ему курицу. Еще Алла Борисовна любит жарить огурцы. Звучит странно, но если все сделать правильно, на вкус они напоминают молодые кабачки. Есть у Примадонны и свое коронное блюдо – шарли-пуппа. Приготовить ее сможет каждый. Для этого нужно взять все остатки новогодней еды из холодильника, посыпать сыром, смазать майонезом и поставить в духовку. Гениальное решение, правда? После всех праздников большая семья Примадонны отправляется на улицу шалить, кататься на санках и играть в снежки. Любовь к праздникам у Аллы Борисовны еще и с детства. Ее родители обожали устраивать многолюдные застолья с песнями, конкурсами и подарками. В молодости Алла Пугачева и ее первый муж Миколас Арбакас подрабатывали Дедом Морозом и Снегурочкой на детских утренниках. А когда Пугачева была беременна Кристиной, то играла матрешку. Она выходила в красивом воздушном платье, садилась за рояль и пела для детей. В праздничное время в доме Примадонны всегда очень много гостей. В 2020 году на праздники к ней заглянул Игорь Николаев и Александр Буйнов со своими женами и семья Юдашкиных. На огонек к артистке охотно приходил и покойный Михаил Живанецкий, которого Примадонна любила и уважала всем сердцем. Встречая 2020 год, Примадонна нарушила одну из своих самых серьезных традиций. Она приняла предложение известной ведущей и блогера Насти Ивлеевой и вместе с Максимом Галкиным снялась в фильме «Поездатый Новый год 2020». По иронии судьбы, название этого фильма оказалось по-настоящему пророческим. 2020 год был для многих из нас в самом деле поездатым. В процессе съемок Алла Пугачева и Насти Ивлеева очень подружились. Девушка так сильно понравилась Примадонне, что получила от нее приглашение в гости на праздники. В 2020-м Алла Борисовна нарушила еще одну свою традицию. Она встретила Новый год не с законным мужем Максимом Галкиным, а с Александром Буйновым. Правда, речь идет о китайском Новом годе, который многие жители нашей страны тоже с удовольствием отмечают. Дело в том, что в конце января Максим Галкин был на гастролях в Новой Зеландии, а Примадонна, чтобы не скучать, отправилась в китайский ресторан со своим хорошим другом и отлично провела время. А потом началась весна. И что было дальше, вы и сами знаете. Очень важно в это непростое время сохранять веру в чудо и, несмотря ни на что, следовать новогодним традициям. Накрывать стол, дарить подарки, красиво наряжаться и, конечно же, украшать елку. Новый год на пороге, и в доме Примадонны зеленая красавица сверкает яркими огнями. Красавица Лиза в алом сарафане сама повесила на нее самые красивые игрушки. Гарри активно помогал своей сестричке. Ну что, дети, давайте скорее накроем на стол. Сегодня мы с Лизой и Гарри украшаем дом и репетируем Новый год. Замок Пугачевой снова наполняется волшебством. Хотя, постойте, а где же в это время была сама хозяйка? Почему она не наряжала елку вместе с Галкиным и детьми? Неужели плохо себя чувствовала? Или не захотела появляться перед объективом камеры? Но давайте не будем гадать. Смотрите сами. Праздничные гирлянды на окнах и колбасная нарезка на столе. Странный выбор закусок для детей, правда? Дети, а давайте поиграем в игру. Здесь разные виды колбасы черкизова. Будем их угадывать. И это неспроста. Вы тоже заметили? Да-да, это реклама колбасы. Максим Галкин уже не в первый раз снимает Лизу и Гарри в рекламных роликах. Похвалив колбасу черкизова, Галкин с двойняшками сразу же поспешили сняться в рекламе полисорба, препарата которой помогает при отравлениях. Как иронично. А что делать? Концертов и корпоративов не будет, а кушать-то хочется. Неудивительно, что Алла Пугачева не захотела принимать в этом участие. У Примадонны сейчас совсем другие планы. Она готовит для своих поклонников настоящий сюрприз. Певица совсем скоро выпустит новую песню. Об этом по секрету всему свету рассказала композитор Виктория Воронина, автор хита Пугачевой «Мой друг». Нам кажется, это будет что-то невероятное. Именно сейчас у Примадонны появилось больше свободного времени на творчество, ведь в этом году Лиза и Гарри пошли в школу. Учиться двойняшки любят, а вот вставать по утрам и носить рюкзаки с учебниками не очень. Чтобы помочь сыну и дочке, Максим Галкин старается по утрам шутить и поднимать детям настроение. И у него это отлично получается. Пугачева тоже не любит просыпаться рано, поэтому от активного мужа с камерой она предпочитает прятаться за углом. У ребят теперь меньше времени на игры, поэтому так важно хорошенько отдохнуть и порезвиться на каникулах. Ну что дети, праздник? Эта семья – настоящее чудо. Вы согласны с нами? Дорогие зрители, мы очень надеемся, что наше видео про Новый год в семье Примадонны вам понравилось. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, а в комментариях напишите, какие новогодние традиции больше всего вам нравятся. И праздничного настроения вам всем!